Перейдя пешком в Донскую границу, Телегин спрятал полковничьи погоны и вещевой мешок. Поездом добрался до Царицыно, и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в репкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где был Чехословацкий фронт. Волга была пустына, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам подходила конница Чингисхана поить коней из Великой реки Ра. Зеркальная ширина медленно уносилась в каемки песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зеленым тальником. Редкие сирени казались покинутыми. На восток уходили ровные степи, волны зноя в миражи. Медленно плыли отражения облаков. И только хлопотливо шлепали в тишине пароходные колеса по лазурным водам. Иван Ильич лежал под капитанским мостиком на горячей палубе. Он был босиком в ситцевой рубахе распояской. Золотистая щетина отросла у него на щеках. Он наслажался, как кот на солнце, тишиной, влажным запахом болотных цветов, тянувших с низкого берега сухим ковыльным запахом степей, необъятными потоками света. Это был всем отдыхом отдых. Пароход вез оружие и патроны для партизан степных уездов. Красноармейцы, сопровождавшие груз, разленивались от воздуха. Иные спали, иные, наспавшись, пели песни, глядя на просторы воды. Командир отряда, товарищ Хавелин, черноморский матрос, по нескольку раз на дню принимался стыдить бойцов за несознательность. Они садились, ложились около него, подперев щеки. «Должны вы понять, братишечки», — говорил он им хриповатым голосом, — «не воюем мы с Деникиным, не воюем мы с атаманом Красновым, не воюем мы с Чехословаками, а воюем мы со всей кровавой буржуазией обоих полушарий». «Мирового буржуя надо бить смертельно, по году он окончательно не собрался с силами. Нам русским, слово это он произносил отчетливо и фарсиста, нам сочувствуют кровные братья, пролетарии всех стран. Они ждут одного, чтобы мы кончили у себя паразитов и пошли подсоблять им в классовой борьбе». «Это без слов понятно, братишки. Как смелее русского солдата ничего не было на свете. Смелее только моряк-краснофлотец. Так что у нас все шансы. Понятно, красавцы. Это арифметика, что я говорю. Сегодня бои под Самары, а через небольшой срок бои будут на всех материках». Ребята слушали, глядя ему в рот, кто-нибудь замечал спокойно. Да, заварили кашу на весь свет.